Сегодня 17 февраля 2020 года, Подмосковье Температура на улице плюс 4 градусов, ветер довольно-таки сильный Тема видеоролика, зимовка пчел без вставных досок на одном корпусе С открытым на зиму только лишь верхним литком Пробую различные варианты зимовки пчел на воле в Подмосковье Вот остановился я непосредственно именно на таком типе зимовки То есть до февраля месяца вентиляция осуществляется только лишь через круглый литок И здесь вот в данной семье вообще дна нету То есть снизу фанера прибита и все Практически подрамочного расстояния нет никакого Значит гнездо расширено Семь додановских рамок Вот видно, что рамок стоит больше, чем занимает клуб Вот И до февраля месяца вот этого объема вполне хватает Значит более экономно используется корма И чуть большее количество углекислого газа в гнезде Оно тормозит активность пчелы И пчела менее активизирована И находится как бы в полу таком спокойном состоянии Вот видно, что пчелы довольно спокойно себя ведут В клубе сидят, еще корма много До задней стенки Вот еще расстояний там кормов много Вот С февраля месяца в обязательном порядке Поступ кислородам нужно многократно увеличиваться Не меньше, чем в два раза То есть нужно дополнять Нужно открывать дополнительные литки Поскольку Значит с февраля месяца начинается яйцекладка в семьях И активизация пчел приводит к более большому потреблению корма И выделении влаги Вот Влаги куда-то надо уходить Вот выделяется влага Один всего литок Или два литка Бывает этого недостаточно И вот сырость в ульях именно начинает накапливаться с февраля месяца Вот если допустим До этого Сильно не Переутеплено гнездо было Пчелы находились в спокойном состоянии Потребляя до 40 грамм Корма в день Вот самая активность Она приходится Начинается с февраля То есть нужно делать дополнительные вентиляции Нужно открывать дополнительные литки Здесь всего лишь один круглый литок Дополнительно ничего открыть я не могу Поэтому я буду делать дополнительные вентиляции сверху Делать щель вентиляционную Через какую-то туру Влажный воздух Если таковой будет Он будет А таковой будет обязательно Потому что влага все равно будет вентиляция Вот Он будет выходить То есть сверху вот Ставлю два магазина И вот таким образом Сзади делающие Вот Верхняя вентиляция Верхняя Поколочная Сзади всего работает И чтобы не было сильного сквозняка Вот Сверху можно Значит Крышку с вентиляционными отверстиями И вот эти вентиляционные отверстия Их можно делать больше или меньше В зависимости какая вентиляция нужна Более сильная Или Сильная Или допустим Слабая Ну и вот теперь До приноса свежей пыльцы Здесь Больше делать нечего Как только начинается Принос свежей пыльцы Значит Сильнее все утепляется Пчелы в это время Уже могут сами Провентилировать гнездо И уже Избыточной вентиляции Так Не вредит Пчелам Как допустим В спокойный период Когда Пчелы сидят еще в клубе И На улице холодно И по минимуму Может провентилировать Гнездо Знаем Насколько важна Вот именно Вот эта вот Вентиляция Можно Прочитать В книге Брата Адама Создатели пчел Бакфаст У которого Пчелы зимовали на воле Который сначала Склонялся К более теплой Зимовке То есть Он По совету Института Пчеловодства На зиму Ставил По 4 семьи Между этими Семьями Ложил пенопласт И Значит Закрывал их Чтобы более теплые условия Создать Для зимовки И вот С удивлением Он обнаружил Что Зимовали Эти пчелы Просто изумительно Отхода было Пчел Там Горсточка Всего Все было Сухо Но Семьи Которые В более жестких Условиях Зимовали По одиночке Допустим Из Сделанной Больше Вентиляции Обгоняли По развитию А вот эти Вот Семьи Которые Которые Как бы Находились В более теплых Условиях Зимой С меньшим доступом Свежего воздуха Они наоборот Просаживались И вот те Семьи Которые Укутывались Пенопластом Заставлялись Они Со временем Наоборот Просаживались Развитие у них Замедлялось А Значит Семьи Которым Было Больше Больше Доступ Свежего воздуха Предоставлен Те Сырости Больше Было По результату Подмору Было Больше Но развитие Было Очень мощное И значит Брат Адам Полностью Отказался Вот от таких От тепличных Условий И для зимовки Он Значит Под крышу Помещал Реечки Четырехмиллиметровые То есть Вентиляцию Делал Верхнюю Обязательно Вот На всю зиму Но вот Смотря Опыт Других Пчеловодов Изучая Читая Вот Самое Оптимальное Это Конечно Это С февраля Месяца Давать Как можно Больше Доступ Свежего воздуха До февраля Это так Не влияет Пока Пчела В спокойном Состоянии Есть Даже Опыт Зимовки С закрытыми Литками Очень эффективно В Сибири Вот И поэтому Вот Все таки Лучший Вариант Это Значит С моей точки зрения Опять Это До конца Января Минимально Открытые Литки Чтобы Экономить Как бы Корм Более Теплые Условия Создавать А начиная С февраля Делаем Больше Вот То есть Вот Такой Вариант Такая Зимовка Зимовка Значит На одном Корпусе С открытым Круглым Литком После Проведенной Любой Работы В феврале Может Провоцироваться Облет Чел Поэтому Все работы Надо Проводить Только Лишь При Плюсовой Температуре И чтобы Стараться Выбрать День Чтобы Ветер Был Не Очень Сильный Вот Вот Видно Сразу Активация И пчелам Которым Надо Полетать И очиститься Они Сразу Начинают Очищаться Такой Тип Зимовки Позволяет Полностью Отказаться От Зимних Подкормок Кормов Полностью Хватает Для Пчел До Начала Приноса Пыльцы Не Нужно Давать Никакие Подкормки Теперь Вопрос Второй Если Допустим Пчеловод Хочет Так Организовать Зимовку Чтобы До начала Пыльцы Вообще Кулею Не Подходить Вот Тогда Вот Эту Вентиляцию Как бы Нужно Продумать Заранее Очень Хорошие Результаты Показывают Постановку Дополнительного Объема Между Дном И Корпусом С пчелами То Желательно Поставить Пустой Корпус Еще С осени Вот Этот Корпус Будет Хорошие Оказывать Условия Для Нормального Микроклимата В Улье И Поставленный Вниз Корпус Вот Таким Образом Согласно Исследователям Проведенных В институте Никакого Переохлаждения Не оказывает На Пчел И Можно С успехом Пользоваться Таким Значит Это самое Вариантом Ну и По результатам Смотрится Если Допустим Недостаточно Будет Все равно Влага Будет Где-то Или Плесень На сотах Да Поскольку Вставных досок У меня нет Никаких Гнездо На Несколько Рамок Больше Сделано Чтоб Кормов Больше Дать То Тогда Дополнительно Еще Сверху Небольшую Щель Надо Вентиляционную Делать Верхнюю Но Вот Эта Вентиляционная Щель Она Хороша Допустим С февраля И дальше До февраля Может Приводить К более К большему Расходу Кормов Вот То есть Лучше До Чем меньше Отверстий В улье До Конца Января Тем В принципе Экономнее Расходится Корма Вот Планирую На следующий год Снять Серию Видеороликов С полностью Закрытыми Литками Для зимовки С помощью Такой Зимовки Создается Повышенный Уровень Угелькислоты И Показать Результат Такой Зимовки Вот Если нормально Все будет Вот Такие Видеоролики Планирую Снять На следующий год Ну вот По Зимовке На одном Кормсе Ну в принципе Основное Все я рассказал Вот Никаких Подкормок Не делается Кормов Полностью Хватает До Начала Приноса Пыльцы И При весенней Ревизии Если уж Там Действительно Какие-то Проблемы То Можно Пополнить Или рамки Кормовые Поставить Или медовую Сыту Или Сироп Один к одному Весной С обязательным Добавлением Морской соли Для Пополнения Нужных Запасов Микроэлементов Спасибо за внимание